Методы поиска полезных ископаемых применяются на Колыме, непрерывно развиваются и совершенствуются. Отечественная наука на стыке смежных отраслей предлагает новую технологию геологоразведки – георадиолокации. На основе той технологии, которая развивалась из Миран в свое время, позволяют проводить электромагнитное зондирование почвы в радиолокационном режиме на глубину до 500 метров. По словам ученого, это по-настоящему прорывная технология, имеющая огромные перспективы внедрения в золотодобывающие отрасли Магаданской области. Работами по продвижению и внедрению нового научного метода занимается группа компаний «Инэнерджи», ведущий интегратор инновационных решений в различных направлениях. Георадиолокация позволяет значительно снизить расходы на геологоразведку. Примерно сокращается не меньше чем на 80% количество скважин, которые необходимо пробурить. Потому что, если сравнить с обычными методами, то геологоразведка намного эффективнее. Во-первых, быстрее. То есть это можно сделать за несколько месяцев, то, что делается годами. Это первый фактор. Второй фактор – дешевизна, потому что мы сокращаем количество бурения, и геолог знает уже, где надо пробурить для того, чтобы подтвердить запасы или разведать какие-то аномалии, понять. В регион инноваторов пригласила магаданская компания «Арбуз», известная на Колыме и за ее пределами своим инновационным изобретением. Пикеты экстренной связи – это автономные комплексы мобильной связи и спасения в чрезвычайных ситуациях, расположенные вдоль Колымской трассы на участках без покрытия сотовыми операторами. То есть компания «Арбуз» выступила инициатором по приглашению наших коллег из Академии наук и из компании «Ненержи», для того, чтобы представить такой инновационный продукт, разработку геосканера «Лоза», который бы облегчило жизнь нашим геологам и нашим золотопромышленникам. В зале центра «Мой бизнес» представители геологоразведки Колымы лично познакомились с автором инновационного научного метода, обсудили нюансы его возможного применения и установили прямые деловые контакты. Когда и как геосканер «Лоза» будет работать в Магаданской области, покажет ближайшее будущее.